Жилищно-коммунальное хозяйство не терпит дилетантизма. Слишком высока в этой сфере цена ошибок. Именно поэтому на уровне регионального правительства и было принято решение о реализации программы профессиональной подготовки чиновников, работающих в ЖКХ. Одна из основных тем это цифризация, конечно, городского хозяйства, так как это сейчас тренд в правительстве Московской области вообще в России в рамках национального проекта. Образовательная программа состоит из девяти самостоятельных модулей. Для нее в Одинцовском кампусе МГИМО создается дополнительная корпоративная кафедра. Она будет работать наравне с аналогичными кафедрами Роснефти, Норникеля, Газпромбанка и других лидеров российской экономики. В ее задачу входит подготовка универсальных специалистов, профессионально разбирающихся в любых вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Много водопроводчиков, которые хорошо понимают, как работает водоканал. Много людей, которые понимают, как работают очистные сооружения. Прекрасный есть дизайнер, который занимается благоустройством. Прекрасный энергетик, который понимает, как работают котельные. Сегодня очень мало специалистов, которые понимают, как это все делать в комплексе. Вот в конкретном муниципальном образовании. Мы пришли в Зарайск, делаем пешеходную зону. Мы должны понимать, какие коммуникации, где и как. Мы должны заранее поменять, отремонтировать, чтобы понимать, что на весь период использования пешеходной зоны, когда люди ей пользуются, у нас не будет никаких проблем по всей инженерной части обеспечения. Управление многоквартирными домами, инженерная инфраструктура, комплексное благоустройство, развитие территорий – вот лишь часть тем, которые предстоит изучать слушателям. Главная цель образовательной программы – качественная реализация национального проекта по формированию комфортной городской среды. Магистрскую программу мы сделаем специально под эту кафедру, под задачи, которые ставит правительство Московской области и соответствующее Министерство жильнично-коммунального хозяйства. А на самом деле это уже длинная история. Мы вот минимум года два работаем с этим министерством по программам ДПО через такие традиционные механизмы. Первых специалистов, освоивших новую программу, Подмосковье должно получить в июне 2020 года. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.